Здравствуйте, это был Сезон Онлайн, запись 14 августа и по традиции мы начнем с событий и экономического календаря. Из тех, которые прошли на этой неделе, это очень интересный отчет Британии, а именно ВВП за второй квартал. На самом деле не только Британия плохо читалась по ВВП, напомню, что ждали 22,4%, просадка минус 22, читались 21,7%. Если вы внимательно посмотрите на экономическом календаре, практически везде очень четко просматривается, как все показатели отображаются зеленым цветом. Это нужно видеть. То есть буквально на одну десятую ошиблись аналитики и соответственно отчеты вышли лучше ожидаемого, поэтому они зеленые. Вся колонка событий на этой неделе практически в ярком зеленом цвете, но на самом деле отчеты очень плохие. Рекорд побила Британия и Испания, у них там вроде 22 и с копейками, недалеко ушла Италия, Германия, Франция. В общем, второй квартал дает о себе знать. Ну, имеется в виду коронавирус. Ну, я думаю, вы с этими отчетами уже знакомились. Нам более интересно следующее, на следующей неделе, что нас ждет и какие будут важные события. Итак, в понедельник читается Япония по второму кварталу ВУП. Также во вторник число выдных разрешений на строительство по США, не столь значительно сейчас. В среду мусульманский Новый год, на всякий случай, это для нефтетрейдеров больше может иметь значение. Ну, в целом, вся среда будет на индексе потребительских цен. Буквально запас сырой нефти все это дело приукрасят в 17.30 по США в среду. Потом, в четверг, у нас базовая кредитная ставка НБК. Сейчас 3,85. Это Китай. Посмотрим, будет менять процентную ставку или нет. Это существенно может повлиять на общую динамику на некоторых инструментах, особенно на индексах и по фондовым разным индексам. Они недавно понизили процентную ставку, соответственно, они достаточно долго ее не меняли, но думаю, что в связи с коронавирусом это необходимо было сделать. Также в четверг в 14.30 публикация протокола заставания Евроцентробанка. ЕЦБ отчитывается. Я думаю, будут какие-то поправки, возможно, намеки на то, что будут какие-то изменения в кредитно-денежной политике, но там без отчета по кредитным, по процентным ставкам. Просто вот публикация протокола. В 15.30 в четверг высота в углу число первичных заявок на пособие по безработице. И этого четверг в пятницу у нас получается индекс деловой активности Британии, Германии, Канады и все продажи на вторичном рынке жилья США. В целом, среда-четверг и немножко... Да, среда-четверг более-менее там самые пиковые дни, но каких-то существенных событий отчетов не предвидится. Ну вот, я бы больше внимания уделил бы процентной ставке Китая на все недели. Это вот то, что действительно может что-то изменить по динамике. Напомню, что этой осенью будет достаточно много политических событий и в США, и в Европе. Поэтому, ну, мы еще затронем эту тему, когда будем СНП рассматривать. В общем, начнем с нефти. Итак, сейчас вы увидите, как раз, скатировочку нефти. CL. Итак, это сентябрьский контракт, который уходит уже в историю. Но, на всякий случай, выделим уровни, которые могут пригодиться на контракте октябрьском. Для заметочки, замерив скачок волатильности, ну вот, устаканившийся более-менее в конце апреля и текущую волатильность, вот, амплитуды, тенденции, которые сейчас идем к 45-й за баррель нефти, в два раза уменьшилась волатильность, даже можно чуть больше сказать. Вот, соответственно, в этот момент нужно учесть. Пришли, видимо, в достаточно такую плотную зону, и не выше, и не отпускают ниже. Опять же, близится холодный сезон, и сильно ронять цену никто не хочет. Ну, и сильно сейчас стариться, выпускать на север тоже, видимо, не хотят. Узкий коридор, вся неделя достаточно плотно проторговалась, я выделил заранее уровни, которые вам пригодятся. Давайте покажу. Объемы уже начали падать, не только открытый интерес, но и объемы уже. На этой неделе, на последний день, прощальный, стоил 11 тонн. На октябрьском контракте, сейчас вам покажу, там уже догоняют, на следующей неделе будет переход на новый контракт, там уже можно будет спокойно торговать. Итак, обороты уже на этой неделе слабенькие, открытый интерес тоже, поэтому здесь мы особо внимания, вот у нас, падаем до последнего. Тут фиксируют, поэтому дельта здесь особо нам большой роли и значения не даст. Ну, первое, что важно выделить, это 41, 41,5, это самый плотный коридор проторговки прошлого контракта, ну, вот сентябрьского имею в виду. Второй тоже немаловажный уровень, это в районе 42 с копейками. Это получается у нас 41, вернее, не 42, да, 42, по 42 и 3. Это вот плотненький коридор, особенно за счет вот этой недели боковика. Из ключевых 43 есть 43,3, это уровень сопротивления, как раз выдает торговую сессию, которая 5-го числа обновила топчик, там очень плотненько шорты висят. По поддержкам непосредственно стоит уделить внимание тому, что итогово получается за весь сентябрьский контракт, у нас практически основная доля коридора в самых проторгованных цен на покупках. Вы видите, что здесь буквально 42 и 3, вот здесь немножко шортов висит, но так как тут фиксится после роста, это само собой предполагалось, то есть ожидалась такая активность. А вот плотненький от 41 до 42 коридор, вот здесь очень плотненько стояли байеры, это так по итогу контракта и осталось. Плюс также стоит уделить внимание 42 и 3, по 43 здесь практически там 3 тика и немножко солеры захватили, все остальное отпечаток байеров. Поэтому если вырубутся на 43-ю атаковать, в принципе у них есть поддержка, я думаю, что... Сейчас посмотрим вот этот плотный коридор сопротивления, отметим 43.3 по 43. Переходим на новый контракт, там непосредственно сейчас начинается вся активность. Итак, по ликвидности сейчас вам покажу. 55 том было 12-го числа, сейчас 32, в 3 раза меньше, чем на старом контракте, но в любом случае открытый интерес потихоньку уже набрали оборотики. И я уберу сейчас эти все линии, которые с прошлого контракта, они нам по сути только мешать будут, так как здесь цена уже 42.2, то есть немножко отличается от прошлого контракта. Уберем все линии. Итак, по дельте. На том контракте, на старом дельту смотреть попросту не смысл, там все выходят. Здесь из 5 дней, наверное, все на покупку. Все, да, не наверное, все. То есть всех желающих по 43-й зайти на шорт, могут вполне собрать перед походом на север. Итак, давайте отметим самые плотные коридоры. Ну вот проторговка идет в районе 42.5. Вот этот коридор 42.3 по 42.5. Это сейчас вот свеженький уровень. До этого базировался самый плотный коридор в районе 41-41.5. Обратите внимание, что здесь вот с 41 по 42. Даже можно взять 42.1. Практически все цены, кроме 41.6. И очень такой агрессивный селлер в 41.95. Все остальное байер, то есть весь коридор на покупках. Активный прирост открытых позиций шел как раз на этой неделе, поэтому вся общая масса агрессоров идет пока на стороне байеров. Давайте ее кастомизируем и вам покажу конкретно этой неделе без остаточных стартовых денег. Итак, оборот 174 тонны, дельта общая, получается, 1200 контрактов уже в покупках висит. Пиковая дельта прошлась на 42.8. Вот она. Тут получается итоговая полторушка уже висит. 42.55, 1200, 1122, 42.1. Это вот точечные, локальные, такие мощные вбросы покупок. И 42.8. Это самые такие топовые поддержки. Потом 41.15, 41.2. Здесь обе цены больше 1000 контрактов. Прямо рядышком. Каждый уровень там есть хотя бы выше 1000 контрактов. Я выделил. Напомню, 41.95, 956 контрактов, 42.3. Сейчас 1200. Как раз непосредственно лидер по варшрутам. Вот такая вот ситуация по CL. Стоим в коридоре в боковике. На следующей неделе начнут уже тарить октябрьские. И потихонечку раскачают, я думаю, лодку. Начнем двигаться. BWP, но это не за текущий контракт. Давайте поменяю параметр, потому что это будет неправильно. Ну да, в районе как раз основного объема идет. BWP 42.5. Самая топовая дельта была 12 числа. И также был у нас, получается, 4 числа под 2 тонны дисбаланса. Поэтому по сценариям. Теперь давайте пройдемся. Я буду озвучивать сценарий, какие, в принципе, могут быть, с какими локациями на проверочку. Итак, получается у нас вся неделя на покупках. В принципе, так и есть. Буквально вот 2 дня, которые идут с показателем на снижение, относительно открытия-закрытия цен, это четверг-пятница. И все равно они идут на покупках. То есть, их покупают все. Все, что идет на снижение, покупают. Коридор весь сверху. Ведь на самом пике идут покупки. То есть, это очень хороший маячок на то, чтобы собирают всех селеров, какие-то попадаются. Так, далее у нас получается, коридор очень плотный. И явно будут скидывать с топорей, потому что нужно будет еще прикупить. Как только закончатся здесь продавцы, они резко шагнут. Допустим, даже могут шагнуть к 41. Здесь, смотрите, целый пласт байеров стоит. Это все свыше тонны. Тонна, тонна, тонна на покупку. Соответственно, сброс может быть достаточно такой показательный. По типу вот такого маневра, как это было 30-го числа. И уже как раз после этого сброса можно будет запрыгивать на покупку, пробовать. Опять же, нужно это делать аккуратно. И знать, когда это действительно спрос, когда это действительно расширили. Вот, поэтому будьте осторожны и внимательны. В случае, если все-таки будут падать, а перед зимой и осенью вряд ли так прям сильно никому нефть не нужна будет. Вот, плюс разные вот эти процессы и конфликты на восточных странах появились, вот, нефтедобывающих. Соответственно, спрос и интерес к нефтянке будет поддерживаться. Думаю, сильно не рухнем. Точно. В район 30-ки, я думаю, не скоро. Как минимум, хотя бы пока все контракты не подпишут на поставку нефти перед зимой. Будут удерживать как можно выше. Вот, но это лучше делать, опять же, на новом контракте, если тактически заходить в позицию. Первая неделя сам на новом контракте самая оптимальная для вот такой среднесрочной хотя бы сделочки или серии сделок. Поэтому вот такие уровни. Берите на заметку. И вот топовый прям, смотри, 43.5 на самой верхушке. Кто-то очень сильно. Ну, вот, 43.4, 43.2. Это коридор такой достаточно опасненький. Поддержки я выделил. Сценарий разметил. Двигаемся дальше. Так, дальше у нас получается индекс доллара. Ситуация здесь, ну, он не потерял свою подвижность, этот индекс, но в целом, как бы, тактически, вот, позиционирование остались на том же уровне. То есть, идет просто амплитудное движение в обе стороны, а толком цена никуда не уходит. Сейчас, особенно это видно, хорошо здесь. Березкое переменное направление. Ни что иное, как просто, не флэт, а просто волатильный флэт, мясорубка я называю. Только, только выбрал точку входа, они уже меняют направление на следующий же день. И это очень опасно. На этой неделе было более спокойно, в связи, как раз, с отсутствием особо мощных для динамики цены отчетов, ну, кроме британского ВВП и остальных европейских стран, особо таких и не было. Трехдневный боковик с расширяющимся коридором, что, в принципе, опять же, не что иное, как хороший признак мясорубки. Поддержку не осилили. 92.85, 93.05, 93, если быть точным. И вот у нас появляется 93.25, 867 на 93.2 тоже можно взять в качестве поддержки, если оставят цену хотя бы в этом коридоре. То есть, вполне могут найти уровни делать акцент в следующей неделе и попытаться с них встать. Обратите внимание на открытый интерес на индексе доллара. Сейчас я покажу вам без дельты. Значит, смотрите. Сейчас поменяю немножко параметры. Вот. Была фиксация. То есть, вот всю неделю практически по чуть-чуть выходили. И резкий всплеск 13-го числа. То есть, вот это движение к 93-й заинтересовало участников. Немножко приталились, но совсем крапулечку. И по дельте посмотреть теперь, какие у нас отпечатки. То есть, шарты фиксировали еще на той неделе. Уже начали выходить. Особенно видно 7-го числа и 31-го. Вот. И 700 лошадей и 1200 на этой неделе вот по дельте бахнули. Учитывая то, что там была в основном фиксация под открытым интересом, явно шарты выходят из шартов. И это особо не создает динамику. Потом. Сам факт того, что рухнули очень серьезно на 92-ю. Ну, это за июль. С 97-й на 92-ю. Это неплохо рухнули. И, как видите, у байеров даже, ну, шансов пока нет особо выйти за 94-ю, 95-ю. Такой тактически важный уровень сопротивления. 94-й, 3-й, 94-й, 6-й. Я отметил его сразу. Это обязательно тут 800-500. Тут по сотке. Ну, итогово за контракт достаточно прилично. И вот 93-75. Здесь у нас 1700 контрактов дельта на покупку. Но цена уже до 7-7 не на этом уровне. Также по 93,5-93-75 тут плотненько висят продавцы. И в случае, если на следующей неделе цена так и не выйдет за этот коридор, то это первый барьер. Если вы планируете еще последние три недели контракта попытаться зайти на эликсидоллар, то, как бы, вот это первый барьер, который вам может создать проблему. За это второй уже вот этот. По поддержке пока себя проявил 92-85-93. Это самый крайний блокпост. Ну, немножко я отметил 93-25,2. Здесь, получается, 31-го числа поставили точку завершения нисходящей динамики. Выбросили неприлично 1600 контрактов. Восстановили снижение и пока вот не выпускают особо внимания можно уделить даже этому уровню. Повторно здесь пошли покупки. Здесь два дня они немножко лихорадили, но вот вытолкнули цену до 93,5 и корректировочки тоже покупают. То есть, вот у нас корректируется цена. Здесь идут покупки, но в целом на таком не особо активном открытом интересе я бы не верил этой информации. В любом случае, ставьте alert на 93,8, а то лучше на 93,7, 75 вот этот уровень. И второй alert на 92,85. Вот пока не выйдут из этого коридора, особо надеяться на легкие деньги не получится. В WP 95,3 это означает, что, ну, даже если получится рост, я думаю, дальше, чем 95,3 не пустят ребят, потому что там идет просто вот такая плита продаж. Это 95,6 по 96,5. И потом еще одна плита уже ближе к 97. Это был индекс доллара. Двигаемся дальше. Золото. Ну, по золоту кто торгует, золотые трейдеры, кто вовремя обратил внимание на число 9, например. На 11 там были достаточно приличные дельты. Открытый интерес был небольшой прирост, вот 11 числа, то есть, потом они просто начали падать, и вот 409 выходят. В начале недели было 409, сейчас 405, то есть, с учетом того, что хороший был сброс вчера, 13 числа. И вот такой маневр я специально в этот день, вот у нас дни, там где у нас еще и дельта была неплохая. 7, 10 число, вот здесь уже дельта была трешка, 3,5 тонны, чуть больше 3,5, полторушку уже 10 числа добросили. И, ребята, это на самом пике контракта. Идет сброс позиций, явно сбрасывают покупки, вот у нас идет снижение открытого интереса, 409, 405. 4 числа было 416, еще здесь было 416, еще подталкивали последние два дня, все, и пошел резко сброс, еще и дельта пошла на шорт. Ну, можно было зайти, то есть, в принципе, тактически, как бы, шансы давали, особо даже, видите, стопов не снимали. То есть, старт уже не пошли до 20,65, то есть, даже до 20,70 не пробовали. То есть, в принципе, даже повторно, если выбросили первый раз, можно было запрыгнуть и вот этот вот такой пролет 155 прихватить. То есть, в целом, как бы, все, что расширяли за июль, даже вот пол-июля, вот буквально за день-день. Диапазон, вот, 100-600 почти пипсов. Прилично, в общем. Это, еще раз, должно освежить память и напомнить нам всем, что на рынке периодически вот такие бяки происходят, и нужно всегда использовать стоп-приказы во избежание прям совсем армагедональда. Завыли поставить стоп-лосс, купили вчера, открываете терминал после тренировки, либо же приехали, а там вот такая вот вещь. И можно очень сильно расстроиться. Значит, покупки вроде 1500-1800 идут, но, судя по всему, это абсолютно уже не важно, потому что они так толком ничего не сделали. Весь этот коридор пока, ну, вернули до 19.60-19.50. Идет небольшой приток позиций, но это с учетом еще и дельты на продажу. То есть, агрессия селлеров, сброс позиций, все вместе создает достаточно нехороший фон для покупок. Поэтому на данный момент, пока что. То есть, я бы не сказал, что глобально в целом золото будет падать, вот именно тактически, а я про вот эту ситуацию. В целом все мои ориентиры по ценам в районе недели-двух, не более, потому что с каждым годом все быстрее и быстрее становятся крупные участники, автоматика. И, соответственно, уже такие длинные позиции особо держать только, ну, операторы рынка могут, которые хеджируют там реальные товарки, это достаточно действительно важные вещи. А так, в целом, никто особо долго позиции держать не будет. Соответственно, чуть-чуть нужно подождать, ну, на следующей неделе посмотреть, как будут реагировать. Если вы тактически медведь, сейчас будете шортить, то это как бы пока что вот опасных покупок не предвидится. Но за счет того, что на всей планете Армагеддон в экономиках происходит снижение ВВП, ну, в общем, в целом, куча индустрии становилась из-за этого коронавируса. Соответственно, все инвесторы, которые там кидывали в какие-то бизнесы, деньги из этих бизнесов вынимают и, соответственно, будут покупать вечно ценное, дорогое и понятное золото. Поэтому вот эти сбросы, это так, просто сброс лишних из, ну, и плюс фиксация на 20.80. Почему бы нет? Поэтому неудивительно будет, если со временем это все дело откупят, буквально совсем скоро. Но вот сейчас очень опасно заходить. На следующей неделе нужно будет присмотреться и уже решить этот вопрос. Двигаемся дальше. Так, золото. И у нас на следующей на очереди идет S&P. На S&P все очень просто. Ноябрь, если не ошибаюсь, 13-е. Для США очень важный день. И особо портить портфолио правителя никто не хочет. Не важно, что происходит на планете, хоть там все уже давно живут на Марсе, но в целом, как бы, индексы все равно растут, снижение процентной ставки и просто громаднейший кэшевый вброс в экономику для раздутия мыльного пользования работает. Все потихонечку покупают. Дельта идет на бай. Работаем. Уперлись, как в плиту, 33, 82, 81, 33, 80. Здесь прям 4 сессии. Просто боятся идти дальше. По открытому интересу нельзя сказать, что прям он падает. Тут 2,6. То есть пиковое значение. И цена стоит. На таком уровне при взвешивании вероятности шортов покупок многие из трейдеров будут работать на шорт. Хотя коридор, как обратите внимание, здесь достаточно жесткий. Шортов очень много, потому что шортят для фиксации позиций своих покупок. Но открытый интерес набирает обороты. То есть, судя по всему, все, кто там сейчас шортят, аккуратненько все это дело могут собирать дальше на бай. То есть показатели на шорт пока мы еще не видим. То есть, все, кто выходит, все, кто желает зайти на шорт, видимо, там потихонечку могут подтаривать. Поэтому очень-очень осторожно принимать решения сейчас на S&P. И покупать поздно, а продавать пока может быть коварно. Вот я об этом сейчас вам и говорю. Что очень осторожно работайте сейчас на продажу. То есть, исходя из того, что динамика и давление продаж, ну, как ликвидности из-за фиксации позиций, потому что, в принципе, протопали неплохо в 30.80 и сейчас 33.80. Ну, представьте себе. И тут не зафиксировать пока вот еще в августе еще можно выйти. Потому что в сентябре уже вы не выйдете по таким ценам. Вполне могут еще протащить. Поэтому очень осторожно. Итак, за весь вот этот рост я его выделил. А пришлось там всего приличное количество миллионов оборотов. Получается сейчас 54 тонны на бай. Итогово. Итогово все равно покупки преобладают на всем этом участке. Там идет без, ну, если не брать эту сессию, без особых коррекций. По ликвидности нельзя сказать, что сейчас прям самая пиковая активность на этом инструменте. Я бы даже сказал, немножко просел оборот. Вот так. Но, с учетом сезонности и август, это просто мир отпусков. Самый такой спокойный месяц. Соответственно, с учетом этого всего, снижение ликвидности вполне ожидаемое событие. BWP 33.36. Вот. В целом, особо переживать по поводу покупок не стоит пока, вернее продаж, пока не пробьют вот этот уровень. То есть, это средневзвешенная вот по текущей активности. Ядро так и осталось на 32.02.32.28. Потом у нас еще пиковый 32.64. Там, где вы видите уровни с ярко-синим-голубым оттенком, это все там, где дельта за десятку перевалила. То есть, у нас получается вот 32.82.32.66. Весь этот коридор в целом можно прихватить, кроме 80-й поддержку. И достаточно плотно 32.18 по 32.28. Здесь очень плотненько тоже идут байеры. Это вот как раз за счет вот этой активности. В общем, вот такая вещичка у нас на S&P. Задача не из легких. Итак, по дельте итогового у нас шарты были 11-го числа. В принципе, день отторговался и буквально на следующий день у нас идет покупка опять в обратную сторону. Зачищают. Обычно после такого маневра может вполне быть резкое снижение, но, как мы видим, два дня стоят, как ни в чем не бывало. Такое ощущение, как будто просто просят уже, чтобы дали зеленый сигнал на продолжение динамики. То есть, явно какая-то крупная локация, левел. И у нас получается 11 тонн на покупку идет по 33.72. Запомните этот уровень. 33.72. Здесь 11 тонн дельта на покупку среди вот этих всех шартов. Вот эти уровни шарты в такой мясорубке плотной. Это нормальное явление. То есть, ну, плюс еще сброс позиций и явно прошел в 11-го числа. 26 тонн дельта. В общем, VWP как раз вот 33.48 это завершение вот этого плотного коридора 33.78, вернее 68, ну, вот 70 даже. Вот эти вот 20 баксов это вот плотный коридор шартов. Пока VWP не пробьют, могут вот так вот подергивать, как на рыбалке рыбак рыболовик. На блесну там, в общем, заманивать. Соответственно, будьте осторожны, пока вот VWP не продавят. А это все может быть коварное начало шартов. То есть, могут так выбросить. Ну, в общем, вот такая активность. Сам факт того, что на самом пике висят, как ни в чем не бывало, то есть, стоит в коридоре, я говорю о том, что там байеры есть. И это явно не просто так. Двигаемся дальше. Многим, скорее всего, интересно, что происходит с рублем. На нем спокойно, тишь да благодать. Стоим между 73 и 74, болтаемся, как бы чуть-чуть просела ликвидность относительно прошлых двух недель. Но, в целом, уже это просматривается плотный коридор 74, 73, 650. И просто блокпост из шартов от 73 до 74. Здесь все цены, без этих двух, коридор на шорт. По открытому интересу, три дня последние идет прирост позиций. Начиная вот с 11 числа пошел скачок и потихонечку вот 2,5 у нас на сегодняшний день. То есть, три последние сессии у нас идет прирост позиций. И по дельте, особенно две последние, это 233 тонны на шорт. Вот на секундочку я вам сейчас покажу, почему это знаковое значение. Вот именно по дисбалансу. Я думаю, вы уже заметили. Прямо по длинеечку. То есть, это вот одни и те же ребята, 227 тонн, 238 тонн, 233 тонны. Это события одной и той же группы. То есть, вот те и самые представители. Итак, 3 числа у нас до сих пор висит уровень. Его не осилили. То есть, тут очень огромное количество шартов на пике зашло. Также пытались уже расширять два дня. Передумали, видимо. И повторно еще вот у нас был здесь торговый день. Вот он. Забыл отметить. Как раз эту локацию, которую хорошенько там заширтили. Защищали как раз вот 183 тонны. И еще добавили 147 для надежности. Вот этот локейшн плотненький. 74,200, 74,450. 10.08 при подходе к этому уровню сказали нет. Выше не пускаем. Нам по расписанию нужно, чтобы рубль пока, наверное, до октября или же сентября стоял более стабильно. И даже, может быть, усилился, укрепился. 13 числа еще далили 230 тонны. Под этим давлением пятница у нас потихонечку вроде как отчиталась. Но в целом 73, вот тут тоже идет коридорчик послабее, чем у продавцов. Но вот третий уже подход к этому уровню вполне могут все-таки одолеть. И я вам сейчас покажу на споте, что происходит. И сам факт того, что действительно могут продавить 73, может даже на следующей неделе, будет уже вероятным. Давайте зайдем сейчас на спотеус. И, ну, вот пока не закрыл. Это текущая неделя в разрезе дельты. То есть суммарно все 5 дней. И распределение дисбаланса за неделю, именно в период 2-5 дней. Это вот у нас покупочки сверху, все остальные шорты. Я давненько такого на рубле не замечал, именно на спотеусе. Оборот там прошел под 8,5 миллионов и 468 только дельта. Представьте себе, дельта почти полмиллиона. Значит, столько подряд сессий с дельтой на шорт вот на споте редко можно было встретить. Одна, ну, максимум вторая сессия зачастила. Но здесь как бы из 5 дней 4 на шорт стоят. Это прям, ну, вот можно будет на следующей неделе посмотреть, чем это закончится, когда вот такая агрессия идет на споте. Плюс я тоже не видел таких плотных и широких коридоров со стороны продавцов. Вся неделя, по сути, где-то на проценту 75, это все продажи. Прочти все цены, вот они. Это, если быть точным, давайте более точно выделим, чтобы там, то тактически будет 72,65, 73,55. Буквально пару центов забрали покупатели, все остальное просто продавцы. Это за счет вот этой недели. Ну и плюс предыдущие там тоже не слабо было. То есть, видимо, кое-кто тормозит непосредственно выше 75, сказали не пускать и вернуть может даже... Ну, а вдруг вернуть все-таки там до 70, хотя бы 65. Почему бы и нет? 68 у нас тут совсем недавно была. В общем, вот такая картина сейчас на Спотиусе. В двух словах о индексе РТС и бренд. Значит, вот по последним корреляциям непосредственно мы с вами уже фиксировали отклонение корреляции и на прошлой неделе. На этой неделе, наверное, пиковое значение. Вот отклонение. Розовый цвет графика – это бренд на Форс, который торгуется на Моэкс. А белый график – это индекс РТС. Значит, если мы посмотрим, вот отклонение корреляции у нас имеется 160 пунктов, да, тиков. Здесь получается у нас 202, там 208. Здесь прилично они потеряли друг друга. И здесь получается у нас 234. То есть сейчас 258. То есть у нас индекс РТС улетел на 133, 120. Сам факт того, что вот этот пик, который был у них обоюдный, то есть они вместе до максимума, установили вместе одновременно максимум вот в этой точке. После вот этой контрольной точки у них больше совместных идей не было. Все, ушли в разные стороны. То есть это ушел бренд, и индекс РТС пробивает максимум, а бренд уже максимум не пробивает. Сам факт вот этого не дружно, ну, уже все, как бы, корреляция дестабилизировалась, и это явно повлияет на динамику индекса РТС, потому что тяжело идет он на покупку. Вот, соответственно, будьте внимательны и берегите себя. С вами был Миша Лемах, AllSuite Online. Всего наилучшего, теплых деньков, хороших входных и профитов на следующей неделе. Будут вопросы, пишите в комментариях к этому видео. До свидания, пока.